Смотрелся на мистера покемона, решил сделать вам короткий обзорчик на чариков, мои мысли по ним. Ну в общем, кому нечего делать, может посмотреть хуже, чем у покео мне все равно не выйдет. Я чаров поделил на несколько категорий, названных в принципе достаточно самоочевидным образом, но тем не менее, разъясню немного к категориям. Мастпулы – это те, от кого ваш аккаунт 100% только выиграет, и каких-то альтернатив в принципе нету, и вы сильно проебетесь, если никого из них не достанете. В этой категории чары, которые хуже от которых точно не будут, у которых есть долгоиграющие value, и которые в ближайшее время вряд ли куда-то ползут. Норм чары – это чары, которые как бы работают, если вы примерно понимаете, чего вы хотите получить, то есть каких-то сетапах, там это еще, в общем, вы должны знать, для чего вы их пулите, то есть в вакууме они работать не будут нормально, но в перспективе. Сейчас понятно, все проходится как угодно. Ок-чары – это чарики, которые, скажем так, они не оптимальны по разным причинам, тут я пройдусь по всем постепенно. Ну, скажем так, если достали, то ладно, но как бы специально за ними ходить я бы не советовал. Но чары, которые, я считаю, не стоит даже на них тратить ресурсы какие-то, прокачивать их как-то так или иначе. Ну, от безысходности или скуки, конечно, можно, но как бы они, тем не менее, не супер. Плюс-чары плюс-минус расположены в порядке пользы или силы, но мы об этом поговорим сейчас отдельно. Начну сверху, как обычно. Зинлю, Зина, она же по-русски. Ну, тут особо говорить нечего, она достаточно умеренно потребляет скиллпойнты для дамагера, для ДПС, при этом имеет совершенно какие-то ебанутые цифры. Вполне все работает с падением иона, неплохо очень даже. И, в общем-то, синергично почти со всем. То есть, можете убрать и с брони, и с тенью, и с Руан Мэй, который выйдет скоро, и с любыми чарами из этого тира. То есть, даже кто-то там удовал ДПС композиции с Блэйдом ее ставит и докладывает, что нормальный результат это все показывает. То есть, кажется, у Гримра было видео, где он там сравнивал различные ДПС-компы. Ну, в общем, чар замечательный и как бы лучший ДПС в данный момент. И больше, собственно, обсуждать нечего. Она в одиночку вам уже долгое время будет тащить Memory of Chaos. Вот. И, думаю, до двенадцатого этажа вполне себе. Дальше у нас идет, ну, тут как бы, наверное, брони. Тут они как-то не отсортированные у меня получились. В принципе, не суть. Значит, ну, с брони все понятно. Это лучший, наверное, до выхода Руан Мэй точно с упортом. Но дело в том, что у Руан Мэй куча вэлью положена в конус и в Е1, как сейчас очень у многих чаров появилось. Вот. И брони же вам достают в селекторе бесплатно. Чем больше у нее идолонов, тем лучше. На Е6 она очень даже крутая. Да и на Е0, и на Е1, и на Е2. То есть у нее куча вэлью в дополнительных копиях. И как бы, ну, все знают, что брони заебись. Особо тут что говорить-то нечего. То есть вот только сегодня был разговор о том, что вот что же делать, если дуал ДПС. Ну, вот вы просто представьте себе, что вместо ДПС берете брони из второго. Вот. Она также там использует Ешку, но как бы дает вашему первому ДПСу второй ход. То есть, вот у вас, по сути, два ДПС. Вот второй ДПС это брони. Только она делает вашего первого ДПС. И его делает и первым, и вторым. И при этом усиливает там несколько раз дамагбаф, там дамагбаф, дамагбаф атаки, ну и так далее. То есть это все она. На данный момент она королева. Там, когда выйдет Ханаби, надо будет смотреть, какой ее сделают. Пока непонятно. Цифры все окончательные. Но вполне возможно, что Ханаби ее сместит, и она там будет постепенно терять в своем value. Ну, какое-то время она точно будет превзойденным саппортом. Сейчас нехватка гармонистов. Поэтому она в любом случае нужна любому аккаунту в данный момент. Фушан, на мой взгляд, лучший саппорт. Она делает в одиночку сустейнед. Она дает крит, что абсолютно необходимо. То есть, вы во многих случаях можете очень сильно уменьшить требования по гиру, или, наоборот, усилить. То есть, за иглю, вы можете ее ранить 40 критами, с 38 ее до 150. То есть, практически в любую команду она ложится. Она дает защиту от контроля, что абсолютно необходимо. Там множество чарм, там, можно Джин Юаня вспомнить, да, который от контроля, то просто его Лайтнинг Лорд уезжает, и все, и не делает в домах совсем. То есть, количество вещей, которые она делает, которые должен делать сустейн, просто запредельный. Я не сказал, что броня клензит, да, но как бы вот Фушан изначально вам просто защищает вас от самых неприятных эффектов в игре. Дальше у нас идет Тинь Йой. Ну, как бы тут все понятно. 50 дамага, 50 атаки, плюс реген энергии, 3 хода, трехходовая ротация у нее, да, через Ешку и 2 автоатаки. И, собственно, трудно чем-то ее заменить. Она замечательная, четырехзвездочная, один из немногих замечательных четырехзвездочных чаров на данный момент. И, собственно, вряд ли нужна дополнительная объяснение. У нее изначально хорошие статы, есть много вариантов и бесплатных бонусов, которыми ее можно заматчить. То есть, в целом, тут даже особо говорить нечего. Волшебный чар. Пела у нас. Ну, как бы пела. Чар такой относительно спорный. Не все осознают ее вэлью. Но, на самом деле, это же бешеный SP-генератор. Плюс одна из самых ценных вещей это понижение резиста. Поднижение Defense Shred у врагов. А броня это пела делает, причем на всех врагов сразу. То есть, скажем так, в данный момент она занимает слот почти в любой команде. То есть, либо гиперкарри комп играют через, либо через двойного гиперкарри, то есть броня, например, либо через саппорта и пела, которая просто генерирует SP для команды. То есть, например, вы не можете нормально ранить какую-нибудь броню, не знаю, какую-нибудь зелье, броню, и там еще кучу туда засунуть. Тинью, и вам просто SP-шки не хватит. Хотя, Тинью, в целом, она SP-позитивная, но тем не менее. А вот пела может вам, особенно с виндсетом, генерировать там огромное количество SP. То есть, вы можете засунуть туда еще кого-нибудь, типа фушан, и, в принципе, какое-то время прожить. Ну, зелье, наверное, экстремальный пример, но в целом, в любом случае, ценность пела в том, что она дает очень хороший ульт с конусом из севербульфовского ивента, который дает энергию, если атаковать врагов под дебафами, она очень быстро копит энергию, очень быстро спамит ульты, постоянным аптаймом этого дефшреда, и при этом у нее, ну, скажем так, ее снятие дебафов, оно наименее полезное из всего, но при этом приятный бонус. Ну, не основной. То есть, основной, это, конечно, то, что SP-генерация и шред, ау, и шред, а сейчас, поскольку в Моке очень много мобов, то есть, очень редко вы дерете с кем-то одним, всегда какие-то миньоны, очень часто эти миньоны респаунятся. То есть, в этом плане она абсолютно незаменима. Руан Мэй, на самом деле, может быть и здесь, но так как я вижу, что очень много вэлью, опять же, заложено в ее идолоне, в первом ее конусе, и эта инвестиция такая, то есть, как бы на Е0 она классная, но на Е0, именно я считаю, что она скорее принадлежит сюда, потому что, конечно, чтобы получить максимальный из нее вэлью, нужно тянуть Е1, нужно тянуть конусы, это куча билетов, и вообще просто очень жалко денег. Вот поэтому она сейчас и пока что здесь, несмотря на то, что она дает совершенно бешеные какие-то цифры, бешеные вэлью, но опять же, я ее не смотрел, не ищу, был, и смотрел только расчеты по ней, а как бы по расчетам, как бы, очень впечатляет это все, но в любом случае, пока не видишь это, так сказать, в глаза, трудно оценить на самом деле полностью. Опять же, очень многие говорят про дуал ДПС, компы, я в это не верю, но как бы пока нет предпосылок, но на будущее, как бы, это один из вариантов, если будут какие-то подходящие условия, то можно рассчитать, что даже, может быть, появятся какие-то дуал ДПС команды рано и поздно, и трон Мэй, возможно, вполне будет одной из тех, кто их энейблит, опять же, вот эта задержка к ходу противника вполне себе подходит под этот план, когда можно больше ходить, меньше заботиться о сустейне, больше заботиться о СП-генерации и так далее. Опять же, Хуахуа, ну, как бы она топовый сустейн, она дает очень много, дает атаку, дает рентген энергии, то есть все эти вещи, которые нужны, единственное, что она немножко специфична, чтобы максимизировать ее пользу, вам все-таки придется использовать чаров с высокой стоимостью ульты, и там какие-нибудь преаргенте, они просто требуют, можно сказать, хуахуа для того, чтобы функционировать нормально. Ну, а в целом, это отличное дополнение в любом абсолютно команде. И, в общем-то, что тут еще сказать. Дальше он идет лоуача, ну, он как бы хуже, чем у Хуахуа, если честно, но у него есть такой плюс, он очень много, не менее, скиллпоинт, в данный момент со скиллпоинтами есть проблема в медиа. То есть, пока не вышел ханаби, пока нет понимания вообще, как дальше будет складываться мета, то SP-генерация цена, вот упела ценность SP-генерации, улучшит ценность того, что он генерирует SP, ну, и достаточно хорошо пассивно хилит. Делает он это хуже, чем даже в Фушан, похуже даже в чем-то, чем в Хуахуа, потому что у него больше там скиллпоинт дает атаку, она дает энергию, да, но, тем не менее, у него есть свои плюсы, там то, что он снимает с врагов бафы, в принципе, это ерунда на данный момент, потому что там только с генерала, это, из Мара и Пража, ему надо снимать объективно какие-то бафы, в остальном это все не нужно, вот, ну, тем не менее, сустенит он отлично в соло и дает дополнительный вот value в виде SP, поэтому он здесь, там они здесь, хотя вполне возможно, стоило его разместить ниже, ну, я так считал. Дальше зелье, ну, как бы, это моноквант, это она прекрасно всем показывает, и не против квантуму извимых противников, да, там и так далее, ну, типа про зелье все, все и так все знают, отличный чар, для любого аккаунта будет хорош, можно было бы сказать, что ее вылью немножечко проседает сейчас за того, что есть другие достаточно достойные моноквантуму DPS опции, то есть такие, как PNP, такие, как вот будущие выходящие к SUE, я, честно, я даже не смотрел ее цифры, это все слишком далеко, поэтому трудно сказать, но вряд ли, что будет 4-звездочный DPS аутперформить 5-звездочного, поэтому, ну, как бы, тем не менее, если он будет, допустим, она куда-нибудь там в этот кир втиснется, каким-то образом, то можно будет говорить, что ценность зелья, как общара для того, чтобы ее пулить, он не очень, но тем не менее, это очень отличная E0 инвестиция, у нее есть все, что нужно, то есть у нее огромный вэлю в том, что вы не должны инвестировать, вообще какие-то статы, кроме, грубо говоря, крита и крит дамага, она полностью может нацелиться на то, чтобы у нас так совершенно сумасшедшие цифры себя, за счет того, что у нее очень много самобафов, и бафы дамага огромные, и баф атаки, и как бы она работает даже на бесплатных конусах очень хорошо, то есть чар может достигать совершенно без бешеных цифр, если вы понимаете, как ее билдить, то есть можно там вообще не встроить скорость, как другим там, не заморачиваться, можно даже не юзать ее с брони, грубо говоря, потому что она отлично сама получает много скорости, много ходов, можно не пулить ее Е1, Е2 и так далее, то есть она работает на Е0, так как, в общем-то, и должна, в этом плане, ценность инвестиций в Физель достаточно неплохая. Ну, имбибитор, он относительно специфичный парень, он, конечно, огромный дамаг подает, ну, в данный момент страдают вот нехватки СП, и на Е2, многие пишут Е2, это совсем другое дело, ну, да, у него огромный там, совершенно спайк в силе на Е2 и долоне, но это еще нужно выкрутить, соответственно, мы говорим, в данный момент о Е0, да, там сколько вообще стоит, стоит ли вкладывать, когда, опять же, на горизонте очень много вкусных пуллов, да, кому-то по вайфу фактору, там, кому-то, ну, даже с точки зрения ценности, там у нас выходит вот доктор Цион, вероятно, будет абсолютно ебанутым, если бы пока то, что мы видим, как оно выглядит, дальше будет Ханаби, который тоже очень хочется тянуть, там, Ахерон, Черный Лебедь, который там все кафка юзеры хотят тянуть, то есть, в этом плане шансы, что вы там потянете и долоны, они, известно, не крикнут ли там через год и там уже на Аньхене, непонятно, поэтому, он, конечно, абсолютно вешенный ДПС, он точно так же, как Цинлю, в каком-то смысле, вам будет очень долгое время еще пахать и закрывать на себе мог, тащить, но, тем не менее, есть некоторые сдерживающие факторы, такие, как его SP consumption, такое, как количество пулов, которые в него нужно вложить, для того, чтобы он действительно ебашил, поэтому он здесь, да, не здесь, как бы, ну и, собственно, все уже сейчас смирились с тем, что за нее его крикнуло, и, как бы, во всех терлистах уже подсполз. Ну, дальше идет Кавка, ну, надо просто понимать, что Чар заработает с Лебедем на полную, а сейчас она, скажем так, на полшишечки, бахает, и, ну, даже на полшишечки, она очень неплохо себя показывает, лучше, чем Джин Ян, да, она работает, опять же, даже в гиперкерре, помпе, без всяких там возвращений, типа, луки с сампа, вот как некоторые билдят, поэтому, если вы ей пулить Кавку, ну, то есть она могла быть и здесь, то есть все-таки нужно какое-то планирование, для того, чтобы из нее извлечь выгоду, ну, я так, опять же, посчитал, что лайкинг довольно распространен, на уязвимости, как бы, несколько ДПС в любом случае, будут нужны, вот если мы, скажем, соберем себе, там, дзенблю, зелью, Кавку, и там, за имбибитера, то, как бы, в принципе, вам больше ДПС-то и не нужны будут, потому что они вам вчетвером будут закрывать, так или иначе, практически все потребности, вот, дальше мы идем, у нас есть Ку-Ку, которая, я думаю, только вырастет в ценности, как же, Ханаби, которая, можно сказать, создана для таких персонажей, тут можно много говорить про рандом, но, как бы, опять же, вот Хуаху, неплохой перс, с ее реагией, энергии, и восстановлением энергии для Куин-Кью, у нее, скажем так, она, она будет, я думаю, только улучшать свой показатель, особенно, там, Монор-Квантум, позиции, которые популярны, если вы не хотите, почему-то, тянуть зелью, и, там, хотите тянуть СВ, там, если это Фушан, то Куин-Кью вполне неплохая альтернатива, и может очень хорошо себя показывать, особенно, если он не обломно пару раз перепроходить мог, и ждать, когда она прокает ее дуал-атака и так далее. Линкс у нас, собственно, ну, как бы, это хороший хиллер, и это 4 звезды, то есть, она очень высокая, получается, ее вэлью, в плане, что гидвестиции немного, а выгода хорошая, ну, как бы, ванстайшем она работает только с Кларой и Блейдом, вот, все остальные, по большей части, ну, можно директировать там на Фушан какую-нибудь или на Гепарду, на Гепарду так имеет встроенный Таунд, вот, а Фушан, ну, как бы, она и бестовой обзор бит-дамаг, поэтому, в данный момент, каких-то замечательных целей для нее особо-то и нету, но, тем не менее, ее Клин, Кленс АОЕшный, и тот, вообще, Тул Сул Кит, который у нее есть, то есть, она там на Эдолонах и бафает и ХП, и АТАКУ по чуть-чуть, то есть, как бы, такой, если вы хотите хила, да, Сустейна нормальная, то, как бы, Линкс, она делает свою работу, плюс у нее есть какого-то и синерги, и вероятно, эти синерги в будущем будут ток расти, вот, ну, возможно, она пониже, но, как бы, я, как Блэйд Энжоер, считал ее достаточно достойной, опять же, моноквант, сейчас модная история, но Сильвер Вульф, это чисто под моноквант история, то есть, как бы, ее можно использовать и в какой-то теме 3, 3 плюс 1, да, где она просто кастует, допустим, на кванта уязвимых врагов свою обилку и получает, и дает ему уязвимость, собственно, к элементу, из которой состоит вся остальная команда, вот, но, в принципе, без вне, вне, как вот, планировать моноквант ее, конечно, проседает, вот, потому что вся прелестью в том, именно, что она вам позволяет, собственно, запускать такие штуки, как, вот, у вас есть один DPS, и он будет вам закрывать любой, скажем так, любую уязвимость, да, даже, которой у вас DPS нету, ну, то есть, то, о чем все говорили в момент ее выхода, вот, так у нее очень полезный DPS, но она даже близко, на мой взгляд, и настолько, там, крутая, как ее пытаются презентовать, в том плане, что, вот, да, в монокванте у нее огромный вэлью, потому что, там, понижение, резист сразу кванту, и дополнительный дамаг, и все здорово, и квантовая уязвимость, то есть, вот, вот, весь пакет, а так, как бы, она только на ту цель работает, только на два хода, то есть, она все равно жрет СП, ей очень нужен либо Е1, либо ивентовый конус, потому что, иначе она энергию никогда не накопит, ну, и все вот эти вот прочие факторы, они, как бы, добавляются к тому, что, если мы не будем видеть, если мы не увидим мог, в котором, там, один супер ширный босс, которого можно вот долбить, а мобов, как бы, нет, тем более, сейчас мобов-то такие, они бахают, если что, не слабо, вот, то, как бы, не моноквант, она не очень, то есть, если вы не планируете моноквант, то ее выявили, конечно, пониже, пониже. вот Аргентина, ну, честно говоря, у меня какого-то особого мнения по его поводу и нету, в том плане, но его поставить куда-то надо было, но рассуждение такое, что, как бы, Чар сделан так, что дамаг делать с ульты, а для ульты ему нужны, нужны суппорты, то есть, ну, хо-хо, нужна там, теньюль, то есть, нужно ротацию выстраивать так, чтобы он, бах, ультой усиленный как можно чаще, вот, а если этого не делать, то, как, соответственно, Чарик работает не очень хорошо, поэтому, как бы, я так его на вскидку определил сюда, уж простите, как бы, не во всех Чарах я свердущик, собственно, вот, ну, Клара тут есть, как бы, расхожее мнение, кто-то говорит, что она не очень, кто-то говорит, что она супертоп, ну, как бы, я вижу так, что ее модификаторы, вот именно от контратаки, не очень высокие, и, конечно, Чар голодный до стат, потому что ей нужно как-то и себя сустейнить, и при этом соло сустейниться она не может, то есть, нужен дополнительный сустейн в команде, при этом она еще это хочет как-то на стакте атаку, и крита, и получается хп, и все сразу, и в этом плане она еще зависит от врагов, и чтобы ее не законтролили, не дай бог, ну, в общем, вот это все вместе, конечно, ее не позволяет поставить выше, чем здесь, хотя, на мой взгляд, в пошаговке механика контратак очень хороша, но опять же, вместе с рысью она вполне вероятно будет перформить очень-очень здорово. Следующий кир у нас идет Джин Янг, ну, как бы, про него все сказано, Чару выпустили сет специально под него, но, как бы, его ключевые проблемы в том, что он, во-первых, опять же, хочет очень много стат, он жрет СП-шки, как не в себя, то есть, человек, который всегда хочет коститье, человек, который хочет очень много ходить, потому что, чтобы ему настать гордо, ему нужно две Ешки ульта, а как бы две Ешки ульта так не работают, то есть, нужно какой-то дополнительный подбиток со стороны суппортов, а СП брать негде, ну, и, в общем, все это вместе выливается в то, что, плюс, если его за контроль и все пропало, потому что лорд уедет вообще-то в небе, ну, и, в общем, можно долго обсуждать, но, собственно, по-моему, про него так ленивый, его не пнул, уже на данный момент, вся критика его исполни себя справедлива, он особо дамагав не своего лорда не делает, вот, собственно, из плюсов можно отметить только то, что он замечательно работает с бесплатным, ну, как бесплатным, с платным, с БП-конусом, если его ДС-5 пропали, там всего по-моему, 7% в разнице с имя сильной, вот, и это, конечно, здорово, что такая есть полуплатная опция для него, вот, возьми, а минусы я уже перечислил, то есть, в принципе, поскольку, как бы, это все еще эрудиция, чар, и есть тенденция к увеличению мобов бездии, там их количестве, только, вероятно, совсем говном он не станет, но он не сверкает, и плюс у него и долон довольно мусорный, так что не могу его поставить совсем в дно, но он не хороший, хороший, Ханя, ну, как бы, по сути, чар СП нейтральный, скажем так, как бы, он ограничен в ряде вещей, плюс, как бы, ну, она существенно больше, чем та же Тинь Юнь, потому что, конечно, 60% атаки и, сколько там, 20% скорости этого ГОГО, но, в принципе, Тинь Юнь делает то же самое и больше, плюс энергия восстанавливает, да, СПшки, это здорово, но, прям уж так, по профитить с них сильно не получится, вот, да, приятный бонус по дамагу, она дает, причем, как и выяснилось, что этот бонус на дамаг распространяется, то есть, даже на АОЯ, атаке, если вы, если вы, бурден на ком-то висит, атакуете АОЯшки, то бонус поплавится ко всей атаке, то есть, вы АОЕ должны несете урон с дополнительным, так сказать, бонусом, но это, собственно, опять же, ничего особенного, та же самая, делать все то же самое, она, как бы, достаточно неплохой, чара, но просто в силу того, еще сколько хороших гармонистов выходит, и в принципе, того, что она, опять же, повторюсь, ничего такого она не дает, то есть, был большой хайп вокруг СП-генерации, но это СП-генерация, как бы, ты кастешь Ешку, восстанавливаешь СП, и вот следующая атака, СП восстанавливает, следующие две атаки восстанавливает СП, да, то есть, плюс, плюс один, ну, у нее самой высокая скорость, она сама может что-то, там, пуд бедный генерировать, но, как-то, вот, может быть, не очень убедительно, а я поранител на ее тему, но, мне не кажется, что она делает что-то выдающееся, чтобы ее можно было вратить выше этого, переходя к гепарду, который у нас очень силен был с самого начала игры, сейчас, подпросил, но, тем не менее, это солидный соус сустейн при нормальных характеристиках у него щиты, вообще не будут пробиваться врагами, и, собственно, прелесть его в том, что вы, опять же, можете его достать бесплатно, и, в общем-то, нельзя сказать, что это чар, то есть, если мы берем этот кир, то это чар, в которых лучше не вкладываться без крайней необходимости, да, то гепарду чар, в который вы вполне можете вложиться, и он будет еще какое-то время приносить вам пользу, плюс уникальная, в принципе, механика шилдов на данный момент, да, потому что больше никто сейчас из саппортов шилды не дает, ну и сустейнов, ну не считая какой-нибудь марта и умного травопроходца, естественно. Дальше у нас мельт, ну как бы вельт очень хороший дамагер, у него высокий выль и долонов, все очень здорово, но, конечно, есть имбибитор, собственно, потом будет доктор Рацион, как бы, его нельзя назвать там совсем бесполезным вложением, но, если у вас есть имбибитор или доктор Рацион, так смело его помещайте ниже, он вполне себе юзелесс. Топ-С это чара очень странный, потому что под нее, в принципе, нет никакой инфраструктуры, как, собственно, так и с Блэйдом, вот здесь, то есть, она вроде как перформит ок, но у нее такая механика, которая предполагает, что там кто-то вместе с ней бонус-атаками фигачит, как бы, данный сифтан момент дуал ДПС и не работает от слов совсем, ну, как бы, они просто плохо чем, хуже чем гиперперик перформит, то есть, под нее, вероятно, будет в будущем какая-то инфраструктура, надеюсь, лучше, чем они пытаются под генералы сделать, потому что вот пока получается не очень. Плюс огненные стихии вообще в данный момент находятся в очке, то есть, и непонятно даже при условном движении метов поля в сторону моноэлементов пока нет никого, кто бы не подходил, мета пока в бонус-атаке не вывозит, то есть, что с ней делать вообще не ясно, то есть, я с какой-нибудь условной кавкин не понимаю, что к ней выйдет там блоксон и все будет заебись, то стопа пока на горизонте ничего такого не видать, как бы она может, я вижу так, что она может только вырасти, она ниже не упадет наверняка почти, а выше она может подрасти. Значит, Сушан это единственный четыре звездочные ДПС, не считая Ку-Ку, который вылез из дна и вылез из дна из-за того, что в общем-то у нее очень хорошие механики, есть, скажем так, она не ждет СП в определенных условиях, она великолепно работает как брейкер с учетом продвига с ультой, то есть она способна огромное количество тафносов, сам физэлемент очень силен, как брейкэлемент, и в общем-то есть много вариантов, как ее побилдить, и вероятно ее вэльют также при условии, что какой-то будет появляться какая-то инфраструктура подобных чаров, как-то с той же вон, уже первый звоночек, то есть вероятность, то что она может быть даже подрастет, но в данном случае как минимум отчерк, скажем так, если вы понимаете, что вы хотите от жизни, понимаете, как вы собираетесь использовать, то она играбельна. Проблема только в том, что в данный момент особо ее за кинецкин. Дальше идет Блэйд, ну как бы собственно Блэйд как по силе, если его брать, я считаю, что он здесь бы расположился, потому что во-первых нехватка и ветряных ДПСов, и у него очень много хорошего в нем заложено, это и то, что он танкует хорошо, как ДПС, как ДПС, и как танк работает, это только Клара, если только, потому что сусценит себя он гораздо лучше, чем Клара, вот, и у него в общем-то самодостаточность очень высокая как у персонажа, но проблема в том, что я писал об этом в Дискорде, во-первых, не сказать, что это джинджин билю левел, то есть как бы просто чара хороший дамагер, во-вторых, как бы он без сигны намного слабее, чем сигны, то есть ему очень высокий вылив самый сигны, там по разным расшатам до 22%, то есть это просто космос, опять же мы говорим, что у многих чаров там 7% вэлью по сравнению с фтп там опцией, например, там у Джинлю, там по разным расшатам, вот там 10 до 15% вэлью, там, ой, айона, ну, кто-то там чуть больше, как 16 дает, но не суть, то есть тут 22%, то есть 21%, это просто инсейн, и с учетом его кита, его сигны действительно очень высокие имеют вэлью, она позволяет и больше стат вложить в полезные, крит, фхп, то есть все статы, которые ему очень нужны, все они на этой сигне, то есть сразу идет с кем-то секрет вов, это вообще даже серьезно. Ну вот, соответственно, проблема с Блэйдом только в том, почему он здесь, а не выше, потому что уровень инвестиций в него очень высокий, как по билетам, так и по теме, то есть вот Блэйда будете юзать в данный момент есть, берете броню, пелу и рысь, может быть вы замените там пелу на Руан Мэй, потому что Блэйд особо СП не жрет и может вполне себе походиться без пелы, который там уедет в джунглю в команду. Так вот, но суть в том, что вот броня и рысь там это маст фактически для Блэйда маст, маст и сустейн. Ну, как бы, может с Шан его, конечно, юзать, можете юзать с господи, по СИС Байлу какой-нибудь, но по факту, если вы хотите выривить его, получать, как минимум, выперить его с броней. То есть, вот я, как юзер Блэйда, у меня нет брони в аккаунте, но я просто не могу его сейчас никуда поставить. У меня не собирается команда с Блэйда. То есть, тенью ему для него бесполезный юнит, атаку от скейлс у него плохо. Да, дамага можно на два хода, на три хода пробавить ультой, тенью на три хода, то есть, можно оптайм этот плюс 50 дамага, в принципе, держать на Блэйде. Но, дело в том, что ультра его не особо сильная, ему не нужно ее генерить как можно чаще. Вот, она хороша поскольку у него. И в этом плане, собственно, все, что можно узнать. То есть, он не ограничен очень сильный выборик команды и в перспективе каких-то ближайших перспективе каких-чаров, которые будут для него прямо замечательные, не считая утром и, которые для всех практически замечательные будут. То есть, она ему даст дамаг, она даст ему респена. И, в этом плане, да, естный минус, что она будет делая эти ходы противников, они не будут его убить, но как бы минус относительно весьма. То есть, это не Клара, который цветом полагается на контратаке, поэтому для него это так не минус, а такой маленькая пометка на полях. Вот. В остальном, как бы, очень ограниченный выбор команд, высокая инвестиция, все это не позволяет для меня. То есть, это как бы некий тирклист пулов, ценности персонажа. И в этом плане ценность его в этом плане спорная. Ну, как бы, он может быть по силе выше, там, здесь и сюда может наоборот даже ниже быть, потому что в зависимости того, как вы экономите крутки, насколько в ТП визе. Значит, Янчик, опять же, еще один чар, который по силе очень-очень-очень силен, то есть, дамаг у него там практически уровни зелья, но проблема в том, что, во-первых, без гепарда он вообще не работает, вот, а во-вторых, есть джинглю, как бы, если вы качали Янчик, то вы идиотка. Все. Собственно, эти два хила, ну, как бы они хилые, Наташа, на мой взгляд, лучше, чем Байло даже, потому что есть Кленс, но, опять же, Кленс сейчас только у ленивого, его нету, вот, и поэтому как бы, ну, сустейны очень нужны, сустейны очень важны, поэтому, если вы у вас что-то хотите вложиться, то вложитесь в сустейна из баннера, то есть, как минимум, у вас есть один, условно, гармонист, бесплатный, у вас есть, условно, там, из баннера вы вытяните, либо сустейны, либо гепарды, либо броню, какую-нибудь, да, вот, и вам останется всего ничего. Вот, вот этих ребят качать не нужно, потому что просто будет потеряна и подверена инвестиция, но единственное, что, пожалуй, для какой-нибудь рысь можно будет просто шмотки перекинуть с одной из них, в лучшем случае, скажем так, в худшем, это просто проебанные ресурсы. Денчик, ну, как бы, домогать он может, просто он требует, опять же, чтобы его постоянно кто-то таргетил, то есть, броней он вполне может все работать, но опять же, жрать они будут много скиллпоинтов, все это в любом случае не фантастический уровень домога, плюс, ну, ему нужен будет свортплей обязательно, потому что с другими конусами он работает погано, ну, и вот, собственно, да, Денчик. Дальше идут, лука, кунь-фань, как бы, все эти чары, они не особо работают с кавкой, то есть, они не шибко-то нужны для того, чтобы жить, плюс, как я говорю, для кавки, дополнение в виде лебедя, и, как бы, ну, как бы, вот так, не нужны, получаются, ребята, вот, а больше, как бы, кроме как с кавкой, ну, луку можно теоретически попробовать повязать, помню, монофиз, брейк, тьмег, там, сушан, ну, как бы, это все дрочка, честно говоря, то есть, вы можете его, наверное, повысить куда-нибудь сюда, то есть, это как бы, оптимально нишевый чувак, у него есть какой-то там, пробив, понижение дефа, но ульте не феерическое, но если дать ему резолюшн, наверное, можно больше, опять же, зачем давать резолюшн к луке, если можно дать его пели и дефшредить ауе, вот, поэтому у чела, как бы, есть минимальный какой-то потенциал, но он, на мой взгляд, примерно потенциал уровня, как у Дэнчика, который тоже выглядит потенциально крутым, а на деле это все танцы с бомбами, в Альфане вообще смешно говорить о ней, я видел какие-то смешные видео о том, что там самый лучший дотер, ну, полный булшит, вообще там, плюс фаердоты это мусор, и фаерки мы это мем, на данный момент, хотите юзать чара, который будет жрать у вас ешки и делать дамаг хуже, чем я не знаю, какая-нибудь герта там, и то как бы дерзайте, остальное фигня, значит, химикам, ну, как бы, ей там что-то выпустил, тоже какой-то сет, вот этот вот, на бонус-атаке, что-то там пытаются починить тетю, но, по факту, как бы, у нее куевейший эвэлью моб, который уязвим к огню, и его, там, Рудфин даже пытается подтянуть, но, единственное, короче говоря, ее смысл в том, что сейчас нету нормальных фарм, фарм, потенциал для роста у нее, если честно, вот, с учетом хуевых ибдоланов, с учетом того, как она сейчас играет, с учетом, то, что там ей нужно постоянно пробивать какие-то уязвимости у врагов, ну, или там команде это делать, вот, в данный момент потенциал роста ее очень низкий, примерно то же самое можно сказать, ахук это какой-то чар типа охоты, только с хуевыми статами, и при этом еще и требовательный и ПСП, и, соответственно, по гиру, и с хуевым элементом, и у него против какой-то АОЕ есть, но он очень плохой, нерелайбл, то есть, по сути, это какой-то огненный охотник уровня, там, Дан Хэна, только, я думаю, Дан Хэн получше в силу, там, ну, того, сколько на стакать он всего может для себя, ахук, собственно, ничего на стакать и не может. Вот, если вам очень нравится там лоли или что-то, конечно, опять же, это ваше дело, но, как инвестиция, интересно, совершенно, сам поотносится даже куда-нибудь с этими, только он еще хуже, там, с пленкавкой работает в целом, плюс у него дамаг распределян по нескольким целям, вместо одной, то есть, он домогать еще ни хера не может, ну, то есть, в общем, этот чел, который такой, он по плану должен всех заразить своим ветром, потом этот ветер усилить, вот, потом все будут ходить и взрываться, но на деле, он только себе в штаны делает это, а никто никакого урона не получает, то есть, даже там с кашкой, один из худших пейрингов, хотя казалось бы, вот, из той же серии у нас идет сервал, которая одно время себя неплохо проявляла, но со временем сдалась сильно, если генералу что-то выпустили, то сервал выпустили, опять же, только подлива, вот, она становится со временем только хуже, и с учетом того, что есть, как минимум, два пятизаменочных лайтнинг-элемента ДПС, тут вообще говорить не о чем, дальше огненный прямопроходец, ну, как бы, проблема, что прямопроходец, что марта, она, в принципе, они очень схожи в этом плане, это сустейн, который не сустейнет в соло практически, то есть он живет СП, то есть если сравнить с какого-нибудь Фушан, который позитивный, я даже молчу, по-острому, какой-нибудь этот, забыл, как его зовут уже, который, лоча, который генерит СП, про ОС, какой-нибудь Рыщ, который имеет там, Кленс, имеет Continuous Healing, которая просто там, где дают какую-то утилить дополнительную, атак, баф и так далее, этот хер не делает ничего, он просто кастит щит, вот, как-то он может там своей автоатакой генерить СП, как-то многие считали, в начале были истории о том, что он типа будет брейк там вообще делать классно, но как бы на деле, опять же, это все ни хрена не работает, как в целом брейк команды в данный момент, вот, в итоге это просто персонаж, которому вам нужен дополнительно хил еще в команде, и в этой связи как бы смысл его сустейна абсолютно нулевой, то есть, если вы в ТП возможно, вы от безысходности используете там его вместе с Наташей, но фактически вы занимаете два слота в команде на сустейн, это в провал полнейший, Аста это чар, который гармоник, который требует, чтобы на поле было много врагов, она хочет постоянно тестовать Ешку, чтобы иметь оптайм ульты, ульты перманентные, единственный вариант, в котором вообще на что-то похожи, это когда у нее перманентные оптайм ульты, вот, а поскольку перманентного оптайма ульты, чтобы добиться, вам нужно каждый ход сжрать два СП, это опять же уровень того, с тем же успехом можете второго ДПС, команду или там не знаю, что что-то более ценное короче сделать, то есть атака, она бафает атаку и бафает количество ходов всей команде, звучит на бумаге неплохо, но с учетом вложений не очень, вот, дальше ее какой-нибудь Аслан, собственно, у него цифры со всеми ДПСами фишка такая, они все вот как знаете шоу-кейсы, там ноль циклов Герта ноль циклов, там Химик ноль циклов какой-нибудь еще там Арслан, все проблемы в том, что это все циферки на бумажке грубо говоря, вот у вас есть бафы там трех суппортов, вы эти бафы настакали и получили безумный урон, но в конечном итоге все упирается в то, сколько бонусов какого рода получают чары, с какими командами он может работать, вот, Арслан может работать с броней, потому что он жрет мало СП, но ему обязательно нужен гепард, опять же, это требование практически, необходимость для него, вот, а если он работает с гепардом, соответственно, ему не нужен этот самокленс, который на нем есть, соответственно, для чего тогда это все затевается, у него все обилки, кал у него идолон и кал кроме последнего Е6, которая у Е6 делает на всех сравнодификаторах, то есть, действительно, плохой баф, но не фантастический, а так его, собственно, сам, его тулсет, он не очень по цифрам, просто тут по цифрам, он немного делает тамага сам по себе, несмотря на его вот эту улучшательность от низкого хп, то есть, даже на одном HP он не будет выдавать какие-то сумасшедшие цифры, и с учетом того, сколько вложений нужно для того, чтобы его просто содержать вот на этом уровне, то единственный его плюс, действительно, то, что он не жрет SP, но DPS, который может откинуться в любой момент, это, сами понимаете, не очень. Март, та же логика, что с Firetrailblazer это сустейн, который постоянно жрет SP, постоянно жрет SP, при этом не может защитить всю тему, ей нужно постоянно херачить разных чуваков с щитами, это куча инвестиций, и с учетом того, что способны делать другие сустейны, тут просто, по-моему, поварить тоже особо объяснять не о чем, да, у нее есть ульта, ей хочется и защиты, и регион энергии, и EHR нужен ей, и вот ESP нужно ей, в общем, это сустейн, который вместо того, чтобы облизывать вашу команду и вашего ДПС, это сустейн, который хочет, чтобы облизывали его, то есть, под нее нужно прямо это строить, все, и стараться, чтобы она успевала все везде, поэтому, если вы вместо все инвестиции, которые идут в март, могли пойти куда-то еще, и в этом, собственно, беда. Физик, физик ГГ, как бы, может быть, у меня софт-спот к нему, но я не считаю совсем говном, вот, у него есть приятные бонусы, даже на идолонах, там 25 крита по пробитым, ничего, в общем-то, такая история, но, проблема в том, опять, что у него модификаторы не очень высокие, если вы не нашли прямо 3 в ряд, капитана, 3 физически, уязвимых чувака в ряд, он, в общем, вообще не сверкает, против одного врага он слаб бьет, совсем, вот, поэтому, ульта у него достаточно дорогая, но, если бы его пробафали как-нибудь, то жить можно было бы, а так, конечно, он просто не вытягивает, чисто не могу, дальше у нас с Юконг, ну, с Юконг та же самая логика, она, не особо много дает бафов без своей ульты, то есть, там, Е6, да, но ей нужно, опять же, все время сжать Е, ей нужно все время иметь, быстро-быстро накопить ульту, что тоже не получается нормально сделать, и, в общем-то, она также, опять же, один из худших в этом плане гармоников, потому что, опять же, мы сравниваем с тем, что нам доступно, как я, Тиханя, бесконечно лучше, чем Юконг, практически, по всем показателям, то есть, она хорошо работает, когда вам нужно снять видео и показать кого-нибудь огромный дамаг, потому что, смотрите, ого-го, я там с одной атаки снял, как много, потому что, я настакал там баф Юконг, баф брони, и вот я ударил, и все умерли, вот это я, вот это я молодец, но, если смотреть, опять же, с точки зрения того, сколько затрат уходит на этого персонажа, то вот, вы берете Тинь Юй, которая генерит вам СП, который генерит вам энергию, которую при этом дает вам постоянные оптайм атаки и дамага, против Юконг, которые делают это там время от времени и при этом постоянно теряет СП, то как бы, о чем говорить, зато она может ломать уязвимость, вот если только так, ну и герта чар с фуевишими и долонами, чар с плохими условиями на триггер бонус атаки своей, чар, которому даже не помог специальный сет на бонус атаки, то есть, все, что вам нужно знать о герте, это то, что она как была, так и остается на мой взгляд навсегда на дне и в общем-то уже видео это снимается достаточно долго и я не хочу даже больше растекаться мыслью подрыва на эту тему, в общем, надеюсь, это было хоть немножко познавательно, а я закругляюсь, всем пока. пока.